Субтитры создавал DimaTorzok 10 декабря 2019 года на полигоне в Нью-Мексико впервые была запущена ракета, способная по заверениям генералов Пентагона преодолевать российские средства противовоздушной обороны. Пролетев 240 километров, изделие, получившее название Precision Strike Missile, поразило условного противника. Спустя всего два дня, 12 декабря, с авиабазы Ванденберг в Калифорнии была запущена другая, уже баллистическая ракета. Об этом радостно отрапортовал министр обороны США Марк Эспер. Поздравление совместной команде, правительства и промышленности с переходом от концепции в запуску менее чем за 9 месяцев. Касаясь каких-либо характеристик новых американских ракет, Пентагон по понятным причинам все засекретил. 17 декабря, спустя неделю после испытания в Нью-Мексико, начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов делает заявление и дает оценку воинственной риторики западных генералов. В странах Балтии и Польши, в акваториях Черного и Балтийского моря усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений Блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте. Это важное заявление прозвучало на брифинге для иностранных военных АТАШ. На Западе Валерия Герасимова тут же упрекнули неверные оценки фактов. Кремле позицию генерального штаба поддержали. Речь идет о мнении профессионала, который основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Мало кто обратил внимание еще на одну деталь. Посмотрите на этот общий снимок брифинга. На экране за спиной Валерия Герасимова изображен спутник с надписью К-ЕКС Купол. К этой аббревиатуре и этому снимку мы еще обязательно вернемся. На таких мероприятиях ничего не бывает случайным. Определенная министру обороны США рано ликовать. Герой России, бывший начальник разведки сухопутных войск Рустам Клупов напоминает, НАТО никогда не питало к нашей стране нежных чувств. Они пытаются завуалировать свою подготовку действиями, как бы направленными на оборонную инициативу. На самом деле не мы стоим у границ Запада, а они стоят у наших границ. На последнем саммите НАТО в Лондоне Россию вновь назвали угрозой всему демократическому миру, о чем и упомянули в итоговой декларации. Серьезное влияние на ситуацию в области безопасности продолжает оказывать деятельность НАТО. В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника. Обвиняя Москву в агрессивности, западные генералы чаще всего вспоминают крымские события 2014 года. Однако, многие эксперты считают эту позицию лукавой. Увеличение войск Альянса у российских границ началось за 10 лет до Крымской весны, 2004. Так что же имел в виду Валерий Герасимов, заявляя о подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту? Согласно официальным документам Альянса, у границ России сконцентрированы уже 7 дивизий быстрого развертывания. А это 70 тысяч солдат с тяжелой бронетехникой. Вот сейчас сухопутные войска присутствуют НАТО у наших границ. Своё присутствие прикрывают участием учений различной направленности. Но, тем не менее, на территории прибалтийских стран, Польши, временами, а сейчас можно говорить, что уже практически на постоянку, есть военные базы, на Украине и в Грузии. Дальше больше. Руководство Североатлантического Альянса рапортует о завершении формирования сил высокой готовности в рамках формулы 4.30. А это 30 батальонов, 30 авиадарных боевых самолетов и 30 боевых кораблей в течение 30 суток, которые Соединенные Штаты Америки могут выставить на любом театре военных действий в мире. Тренируются такие батальоны не где-нибудь, а именно у границ России. Причем учатся сдерживать нас не только танками. Увеличилась очень сильно разведывательная деятельность Альянса. Авиаразведка чуть ли не в 10 раз, как раз в зоне Балтийского моря и в зоне Черного моря. Появилась стратегическая ядерная авиация Соединенных Штатов, только вдумайтесь, в небе трех государств Балтии. Наличие большого количества войск у нашей границы, так или иначе, конечно, угрожает. А на прибалтийском направлении войска НАТО находятся на расстоянии 100 километров от государственной границы Российской Федерации. Это небольшой марш. В течение двух-трех часов эти войска будут уже у нашей границы. И вскрыть вот эту тактическую внезапность, конечно, будет достаточно сложно. К тому же сценарий полномасштабного военного конфликта будет отрабатываться войсками НАТО уже в апреле 2020 года, когда в Европе стартует крупнейший за 25 лет учение с вполне конкретными целями и задачами. Вторжение на территории Российской Федерации, наступательные операции. План направлен на то, чтобы отрезать Калининградскую область, Калининградский эксклав и, наконец, попытаться захватить Калининградскую область. Германия на несколько месяцев станет главным логистическим центром учений, принимая и направляя войска к восточным границам Альянса. На сегодняшний день заявлено присутствие частей и соединений с континентальной части Соединенных Штатов Америки в количестве 4-5 дивизий, если включать воздушно-десантную дивизию и территории, на которых будут проводиться учения, куда включили еще не ставшую страну НАТО Грузию. С территории четырех американских штатов Европу перебросят не только личный состав и бронетехнику. Не забыты также инженерные подразделения. Все необходимое снаряжение и оборудование распределят по нескольким опорным пунктам. Это Антверпен в Бельгии, Лиссинген в Нидерландах, Премерхафен в Германии и Палдиски в Эстонии. Всего в учениях примут участие 44 тысячи военнослужащих блока НАТО. Наряду с этими маневрами Альянс планирует провести сразу 7 других учений, так что есть над чем задуматься. Также возникает закономерный вопрос, а готов ли армия России к такому повороту событий? Какие ключевые задачи поставлены и какое вооружение поступит в этом году? Вот об этом сейчас и поговорим. Но прежде чем начнем, я также рекомендую посмотреть мой новый большой проект «Поле битвы Земля. Погружение в бездну», в котором я затронул сразу несколько тем, начиная от происходящего в мире небольшой исторической экскурсией и заканчивая последними военными разработками и героями нашего времени, отдавшие свою жизнь ради других. На фоне фиксируемой деградации международной системы контроля над вооружениями, Россия готова к новым договоренностям в отношении как ДРСМД, так и по открытому небу. Но поскольку Вашингтон игнорирует эти инициативы, Москва будет вынуждена продолжать в 2020 году укрепление собственных ядерных сил. По этой же причине необходимо продолжать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и ее союзников. Начнем с упоминания ключевых задач, которые Владимир Путин поставил перед ВС и УПК России на 2020 год. В число таковых вошла необходимость довести к концу 2020 года уровень оснащения армии и флота современным оружием и техникой, с имеющихся сейчас 68% до 70%. Также на этот год Минобороны запланировало проведение более 4800 учений различного масштаба и свыше 9000 практических мероприятий боевой учебы. В 2015-2019 годах число учений составляло в среднем 3800-4000. Самый низкий показатель в 2017 году – 2800 учений. Самый высокий – свыше 4000 в 2019. Таким образом, анонсированное на будущий год число учений подтверждает тенденцию к наращиванию темпов и масштабу боевой учебы российской армии. Это хорошо коррелируется с президентским тезисом о непростой международной обстановке, побуждающей Россию усиливать свою обороноспособность. Можно предположить, что основной задачей запланированных учений станет подготовка личного состава вооруженных сил Российской Федерации к ведению боевых действий на Южном и Юго-Западном театре военных действий в преддверии стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». В последнем наступившем году анонсировано как основное мероприятие боевой учебы. При проведении «Кавказа-2020» особый упор будет сделан на отработку взаимодействия штабов и межвидовых группировок, сформированных на месте ведения условного боя. В 2019 году Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключили почти полсотни контрактов на рекордную сумму более 1 триллиона рублей, что «Армия и ФОД» получат в 2020 году. А также о ключевых проектах ОПК смотрите далее. Боевой состав Тихоокеанского флота планируется включить вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 «Волхов». Всего в ближайшие годы тихоокеанцы получат их 6 единиц. Первая подлодка «Петропавловск-Камчатский» введена в строй менее полугода назад. Третья и четвертая корабли серии, которые за бесшумность прозвали в НАТО «Черными дырами», уже заложены на Адмиралтийских верфях в Санкт-Петербурге. Пятый и шестой начнут строить также в 2020 году. Кроме того, в производстве еще одна серия неатомных подводных лодок. Проект 677 «Лада». Эти многоцелевые субмарины стали развитием проекта «Палтус». Головная – Санкт-Петербург, сейчас в опытной эксплуатации. С учетом выявленных недостатков создаются еще два корабля серии. Их снабдят модернизированными системами электродвижения и управления корабельными техническими средствами, а также улучшенным навигационным комплексом. Вторую лодку серии «Кронштадт» передадут в МФ в 2020 году. Она будет прикрывать базу подводных ракетоносцев на Тихоокеанском флоте. Третья «Великие луки» станет в строй в 2021 году. Что касается атомного подводного флота, то в наступившем году в МФ России передадут третью, по счету многоцелевую подводную лодку «Ясень-М». Всего же таких кораблей у флота будет четыре. Также в 2020 начнется строительство сразу двух атомных подлодок модернизированного проекта 955А «Борей», несущих межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». Надводный флот в наступившем году также не обидит. Ходовым испытанием приступил большой десантный корабль нового поколения Петр Маргунов. Моряки получат его в первом квартале 2020 года. Состав МФ уже принят Иван Грен. Головной корабль серии. Водоизмещение каждого из этих кораблей 5000 тонн. Они способны взять на борт по 13 основных боевых танков, до 36 БТР или БМП и по три сотни десантников. Кроме того, в 2020 году в Керчи заложат два российских вертолётоносца. Это универсальные корабли-доки, аналогичные Местралям. Черноморский флот в 2020 году пополнится сразу 16 кораблями и судами обеспечения. Балтийский флот получит гидрографический катер «Катамаран» проекта 23370 «Михаил Казанский». Он уже завершил государственные испытания и уникален тем, что конструкция корпуса позволяет значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. До конца 2020 года для гидрографической службы ВМФ построят три катера этого проекта. Ракетные войска стратегического назначения вплотную приступят к освоению гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард». По информации Минобороны, в конце 2019 года эта система встала на боевое дежурство в Оренбургской области. Кроме того, стратегические ракетчики займутся летными испытаниями новейшего межконтинентального ядерного комплекса «Сармат». Первым эти ракеты получат Ужурское ракетное соединение в Красноярском крае. Сейчас в составе РВСН 12 ракетных соединений, 4 дивизии стационарного базирования шахтными пусковыми установками и 8 дивизий мобильного с грунтовыми ракетными комплексами. Общей сложности на вооружении ракетных войск стратегического назначения сегодня 700 развернутых пусковых установок и более полутора тысяч ядерных боевых блоков. При этом планируется, что до 2024 года РВСН полностью откажется от устаревшего советского вооружения, за смену которому придут современные ракетные комплексы российского производства. Так, уже в ближайшее время все соединения перевооружат «Ноярсы», «Авангарды» и «Сарматы». Воздушно-космические силы России пополнятся партией новейших истребителей Су-35С поколения 4++. Военным уже досрочно передали 10 таких самолетов. Еще столько же передадут до конца года. Кроме того, в 2020 году в войска поступит первый серийный истребитель пятого поколения, Су-57. Ранее Минобороны подписала контракт на поставку 76 машин этого типа. Масштабную модернизацию проходят самолеты стратегической авиации. Так, на летное испытание передан усовершенствованный бомбардировщик Ту-160М. И хотя внешне эти самолеты не изменились, начинка переработана полностью. Большинство систем оцифрованы. По словам экспертов, теперь борт способен нести не только штатные крылатые ракеты Х-101 и Х-102, но и гиперзвуковые кинжалы. Кроме того, эти самолеты вооружат противокорабельными ракетами большой дальности. Для армейской авиации промышленность приготовила партию новейших вертолетов Ми-28НМ. В 2020 году войска отправятся сразу с шесть боевых машин. У этой версии вдвое увеличенная дальность обнаружения целей, повышенная скрытность и высокоточное ракетное оружие. Что касается противовоздушной обороны, войска планомерно оснащаются новыми системами. Например, в 2020 году расчеты ПВО Центрального военного округа усилят комплектом С-400 «Триумф». А в конце минувшего года Министерство обороны передали первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Это ЗРС средней дальности, разработанная на замену устаревшей С-300ПС. «Витязь» нацелен на уничтожение крылатых ракет, беспилотников, самолетов на дальностях до 120 км. Его отличает нужительный боекомплект и высокая помехоустойчивость. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12-ю зенитными ракетами. В Центральном военном округе в 2020 году на опытное боевое дежурство заступят новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук М-3». От предыдущих версий они отличаются увеличенной грузоподъемностью шасси под большое количество ракет, улучшенным комплексом управления и защиты экипажа. Эти «Буки» оснащены новыми управляемыми ракетами, перехватывающими практически все известные аэродинамические цели. На дальности от 2,5 до 70 км и на высоте до 40 км. Самые многочисленные составляющие российской армии в сухопутных войсках заметно обновят артиллерию. К отгрузке уже готова первая опытная партия самоходных артиллерийских установок «Коалиция СВ». «Коалиция» способна вести прицельный огонь на рекордную дистанцию – 70 км, что в два раза превышает показатели западных образцов. Эта САУ может уничтожать цели далеко за линией фронта, а по характеристикам и эффективности ее можно сравнить с тактическими ракетными комплексами. При этом продолжается модернизация артиллерийских установок прошлого поколения, в частности. Гаубицы М-100СМ станут быстрее и маневреннее, а также получат новые умные боеприпасы. Что касается систем залпового огня, то к концу 2020 года завершится перевооружение одной из бригад Центрального военного округа на модернизированные «Торнадо-С». Машины этого семейства имеют высокую боевую эффективность по сравнению с предыдущим поколением «Ураган» за счет новой системы управления огнем. Эта система включает главный аст-навигатор, пусковой установки и компьютеризированный баллистический вычислитель. Всего же войска до конца 2020 года должны получить около двух десятков систем этого типа. Отмечу, что в прошлом году сухопутные войска приняли на вооружение порядка 2500 новых образцов вооружения и техники. В их числе современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Не обошли стороной и ракетчиков. В их распоряжении ракетные комплексы «Искандер», С-300Б4 и Тор-М2. Помните, в начале проекта я обратил внимание на аббревиатуру КАЕКС «Купол» на экране за спиной у Валерия Герасимова? Эта надпись означает «Космические аппараты Единой Космической Системы Купол». Именно такое название получила новейшая российская система предупреждения о ракетном нападении. Об ее существовании еще недавно мало кто знал. Теперь после брифинга в Генеральном штабе знает весь мир. Новая российская группировка спутников предупреждения о ракетном нападении получила название «Купол». По словам начальника российского генштаба, в 2019 году Россия запустила очередной спутник «Тундры» — Единой Космической Системы, что значительно нарастило возможности страны по раннему обнаружению пусков баллистических ракет. На сегодняшний день в систему входят три космических спутника предупреждения. В 2022 году в новую космическую группировку предупреждения о ракетном нападении «Купол» должно входить 9 спутников. Само же формирование новой системы предупреждения началось еще в 2015 году. Ранее Минобороны сообщало, что новая космическая система предупреждения «Купол» должна стать основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, позволив существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет и значительно повысить оперативность и достоверность информации о ракетных угрозах. Подытоживая сегодняшний проект, хочется сказать, что Новый год, увы, начался весьма остро, чего стоит только обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке между Ираном и США. Сейчас сложно сказать, чего дальше ожидать от Штатов и НАТО, которая вплотную приблизилась к российским границам. Однако, учитывая все вышесказанное, становится более чем понятным, зачем Европу, к примеру, накачивают мигрантами с того же Ближнего Востока, которые, кстати, потом вербуются в европейские армии. По этому поводу хотелось бы услышать и ваше мнение, дорогие друзья, и что вы думаете о мировой ситуации, да и в целом, что касается армии России. Нужна ли нам сильная армия сейчас, или лучше отдать все силы развитию экономики? А на этом на сегодня все. Если видео понравилось, ставим лайк, делимся с друзьями и не забываем включить оповещение, чтобы не пропустить следующий выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok